ВОЛТ Коллеги, всем привет. Меня зовут Иван. Я работаю в Одноклассниках с системным администратором. И сегодня я расскажу, как мы внедрили у себя ВОЛТ и какие решили проблемы. Что сегодня будет? Сначала коротко. Во-первых, я расскажу про инфраструктуру одноклассников, что из себя представляет сегодня проект с технической стороны. Как мы интегрировали ВОЛТ в нашу инфраструктуру, как мы написали под себя систему аутентификации. Затем расскажу про то, как мы переживаем отказ от центра и научились масштабировать ВОЛТ. Посмотрим, что получилось и отвечу на вопросы. Во-первых, надо понимать сначала, что такое одноклассники. Одноклассники — это сейчас десятки тысяч контейнеров. Они работают в нашем собственном облаке OneCloud. Это аналог Кубернетеса, но сделанный нами для нас. Также у нас порядка десяти тысяч железных серверов. И они находятся в семи дезацентрах. Ниже вот желтая стрелочка. На всех слайдах будут ссылки, когда я на что-то ссылаюсь. Также рекомендую посмотреть отличный доклад Олега Анастасиева. Это разработчик OneCloud про, собственно, OneCloud. Расскажу о том, как мы работаем. У нас довольно высокие стандарты к отказоустойчивости. За счет чего это достигается? Во-первых, у нас, как правило, все сервисы запускаются с Replication Factor 3. Это значит, что мы запускаем контейнеры или инстансы одного приложения в нескольких дата-центрах. И это позволяет, например, переживать отказы дата-центра. Плюс мы периодически проводим тесты отказа дата-центра, выключаем дата-центр и смотрим, что все работает хорошо. Это позволяет, например, заранее запасаться ресурсами, потому что когда у вас приложение в одном цоде выключается, трафик идет на другие приложения. Мы это все заранее закладываем. И при запуске нового сервиса мы также обязательно, перед тем, как он попадает в продакшн, тестируем без одного цода работу в час пик, чтобы понять, достаточно ли ресурсов. Также важная вещь — это плавное применение изменений. Все наши новые фичи, например, новая версия приложения или изменения в конфигах, мы выкатываем в продакшн плавно. Что это значит? Сначала, например, мы выкладываем код на один инстанс, один контейнер или один сервер, затем на группу серверов. Если все хорошо, выкладываем на дата-центр и потом раскатываем на весь продакшн. Это позволяет нам локализовать проблемы. Если какие-то проблемы есть, замечать их на ранних этапах. И, соответственно, если что-то ломается, то ломается только маленький кусочек продакшна, и мы не складываем весь наш большой прот каким-то коммитом. О том, как мы работаем, также есть доклад Димы Самсонова, можно почитать. Давайте непосредственно к теме доклада про систему управления секретами. Что вообще мы для себя, какие ставили задачи, когда выбирали, что это будет за система. Ну, в принципе, требования все были понятны. Это шифрование, аудит, стандартные вещи, которые мы хотим от системы управления секретами. Мы хотели, чтобы был удобный доступ как для людей, так и для скриптов. То есть должен быть какой-то API, консольная утилитка и так далее. Ну и, естественно, мы хотели, чтобы все наши стандарты, про которые я говорил до этого, были соблюдены. В общем, выбирали мы недолго, потому что особых альтернатив HashCorp Vault, мне кажется, на рынке нет. Мы взяли Vault, де-факто он является в индустрии стандартом, у него есть замечательная поддержка от разных вендоров. То есть если у вас есть какой-то продукт, GitLab, TeamCity, Ansible, все что угодно, скорее всего, там уже будет какая-то поддержка от HashCorp для этого продукта. Также это open source, это нам очень сильно помогло и пригодится, про это я расскажу дальше. Ну, естественно, есть отличная консольная утилита, хороший веб-UI для людей и REST для каких-то скриптов. Это все замечательно, но некоторых вещей нам не хватало, об этом мы поговорим. В первую очередь нам, что бы мы ни взяли, нужно было бы в любом случае сделать интеграцию с нашими системами. Также мы немного доработали выписку сертификатов, научили Vault отказу от Soda и масштабирование. Его из коробки тоже нет. Про это вот, собственно, и поговорим. Давайте сначала посмотрим вообще основы, как вообще прочитать секрет из Vault, что для этого нужно. Чтобы прочитать секрет, вам нужно, чтобы у клиента был Vault токен. А где взять Vault токен? Для этого нужно аутентифицироваться в Vault. И самый интересный вопрос, как же тогда аутентифицироваться? То есть здесь получается классическая проблема с курицей и яйцом. Вам нужен какой-то секрет, чтобы получить доступ к секретам. Как правило, эта проблема решается с помощью какой-то сторонней системы, которой мы доверяем. Обычно это CICD-системы, либо Configuration Management, то есть какой-то Share, Fensible и так далее. Какая-то система, которая уже заранее кладет вам в контейнер, на сервер какой-то секрет, с помощью которого вы уже авторизуетесь в Vault, например, или в вашу систему. Немножко про архитектуру Vault, чтобы понимать. Vault — это модульная система. Здесь есть разные кирпичики, да, и мы можем некоторые из этих кирпичиков заменять на свои. То есть там можно писать плагины, про это поговорим позже. И сейчас мы посмотрим на кирпичик, который обведен кружочком, способы аутентификации. Как, собственно, да, еще раз, как аутентифицироваться? Есть разные клиенты, которые мы хотим, чтобы работали с Vault, чтобы в него авторизовывались. То есть это люди и какие-то роботы-скрипты, то есть контейнеры и сервера. С людьми все понятно. У людей есть логин с паролем, и они с помощью LDAP могут авторизоваться в Vault. То есть секрет, который есть для доступа к секретам у людей, это их логин с паролем. У контейнеров и серверов такого секрета нет. Соответственно, нужно как-то им авторизовываться и какой-то токен им туда доставить. Мы взяли для этого, на картинке это огромное количество способов для аутентификации Vault, которые поддерживаются из коробки. Там есть, например, GVT-метод. Про это мы сейчас поговорим, почему мы взяли именно GVT. Пару слов о том, что такое вообще GVT, чтобы понимать, о чем разговор. GVT — это строка, разделенная тремя точками, по сути. Слева он, как он выглядит изначально, справа декодированный вид. У него есть заголовок, три части. Заголовок, какая-то полезная нагрузка — это JSON, в который мы можем положить любую нужную нам полезную информацию. И подпись. Если вы хотите что-то положить в GVT и передать, вы берете какие-то данные. Эти данные подписываются приватной частью ключа, приватным ключом, и получается GVT. Дальше, если вы хотите прочитать информацию из GVT, вы можете ее просто прочитать. Это не шифрованные данные, но если вы хотите убедиться, что это именно тот GVT от того человека, который вы ожидали, то можно проверить публичной частью ключа подпись. То есть убедиться, что это именно тот GVT. Давайте посмотрим по сторонам, что у нас было вообще из наших систем в Одноклассниках. С чем нам предстоит работать. Во-первых, у нас есть SIMDB. Это классическое понятие Configuration Management Database. Это специальная база данных, в которой хранится информация про нашу инфраструктуру. Например, любой сервис, сервер-контейнер, все что угодно про это, есть информация в SIMDB. Там есть имя сервера, в какую группу входит сервер настройки сети, в каком он стоит в дата-центре, в какой стойке и так далее. То есть информация про инфраструктуру. Как правило, в том или ином виде такие базы есть в каждой компании. Также у нас есть огромное количество наших серверов. Возьмем какой-нибудь сервер и посмотрим, как вообще мы его готовим к работе. Как происходит установка операционной системы. SIMDB по PXE, как обычно, деплоит сервер. Ставится операционная система и во время установки на сервере генерируется SSH-ключ. Также после установки публичная часть ключа отправляется в CMDB. То есть у нас в CMDB имеются все публичные части ключей от наших серверов. Помимо HV, hardware серверов железных, у нас еще есть OneCloud. Это наше облако. В облаке у нас есть клауд-мастера, и они управляют всем жизненным циклом контейнеров. В том числе они запускают контейнеры. При запуске мастер может положить какие-то данные в environment и полностью управляет всем, что происходит с контейнером. Интересный момент заключается в том, что у нас на всех серверах, как мы выяснили, уже есть приватные ключи. И у нас в CMDB уже есть все публичные ключи. То есть нам не нужно сейчас делать никакую новую работу, что-то придумывать, раскладывать какие-то секреты по серверам. Они у нас из коробки там уже все есть. И также здорово, что мы можем взять информацию с CMDB и положить ее в качестве полезной нагрузки в payload, в GVT. То есть у нас есть для того, чтобы использовать GVT, уже все готовое. Собственно, поэтому секрет для доступа к секретам, мы решили взять GVT. И доверенные источники в данном случае это CMDB и мастера облака. Таким образом решается для нас проблема с курицей и яйцом. Давайте теперь посмотрим на плагин GVT, как он из коробки, что из себя представляет. И почему мы решили его немного изменить для себя. В первую очередь там есть только три способа проверки подписи. Подпись можно проверять по-разному. Первый способ это static case. Это статический набор ключей. Этот способ очень неудобен, потому что вам придется поддерживать на уровне конфига для Vault весь этот список. То есть у нас 10 тысяч серверов, нам нужно положить 10 тысяч публичных ключей в один конфиг, как-то его там обновлять, заменять ключи и так далее. JSON Web Keyset это ровно то же самое, только вам нужно класть не в конфиг, а на какую-то ссылочку. По ссылке Vault будет ходить забирать эти ключи и тоже это один большой список. У ICDC Discovery метод получше, но здесь нужен умный клиент, чтобы ходить по ссылкам. То есть как работает ICDC, Vault генерирует ссылку, клиент нажимает на ссылку и после этого получает токен. Для этого нужен клиент с какой-то логикой. Мы не хотели, чтобы клиент был сложным. Также вот это очень интересное место. Сомнительный механизм довольно проверки подписей был в стандартном плагине. Если вы видите, здесь цикл, в котором просто перебираются GVT-ключи. То есть наши 10 тысяч ключей публичных, которые бы там лежали в конфиге, они просто перебираются циклом for, пока не найдется нужный. Нам этот механизм не очень понравился. Также у стандартного плагина недостаточная гибкость. То есть он написан кем-то и работает так, как он написан. Мы бы хотели добавить некоторые свои вещи. Например, со стандартными подходами вам нужно для каждого случая, если вы хотите разный набор политик, про политики чуть позже поговорим, в токенах и метео, вам нужно каждый раз создавать новые роли. И политики, они зашиты в роли. То есть если, допустим, вы хотите что-то изменить, клиенту может потребоваться заново авторизоваться, аутентифицироваться в Vault. И, собственно, гибко управлять набором политик вы не можете. Мы хотели это делать. И, собственно, мы решили сделать аутентификацию сами под себя. Собственно, вот еще раз, да, сейчас мы будем говорить, как мы поменяли этот квадратик. Давайте посмотрим, что такое Vault Token. Vault Token — это такого формата строчка, да, и можно посмотреть информацию про каждый токен. Здесь нас будут интересовать метаданные. Метаданные — это часть данных, которые можно зашить в токен, и с помощью них, например, можно логирование делать, то есть можно по этим данным потом искать по логам, по аудит-логам, смотреть, кто обращался к каким секретам и так далее. Сюда мы можем класть нашу информацию из синдиби. И политики. Политики — это важная вещь. Это, собственно, список политик, на которые мапится данный токен. То есть данный токен получат вот такие вот политики. И сюда мы тоже хотим добавлять наши политики с нашими именами. Как мы вообще храним политики и что такое политика? Давайте посмотрим на какую-нибудь политику. Во-первых, HashiCorp использует свой язык для этого, HCL, HashiCorp Query Language. Мы посмотрели доклад, ниже есть ссылочка Юрия Шуткина из Тинькофф. И нам понравилось, что они заменили HCL на YAML. Мы тоже решили так сделать. Почему мы так сделали? Потому что у нас в продакшене есть, например, Ansible, и многое еще где используется YAML. Довольно удобный формат. Не нужно будет учить людям HCL. Плюс в некоторых местах Vault использует еще JSON. И это неудобно, потому что вам нужно в одном месте писать в JSON, в другом в HCL. У нас все в YAML. Собственно, на экране видно, как выглядит политика. Здесь мы видим, что она называется SRVD1234. И ниже это имя используется в путях. То есть мы здесь видим, что сервер какой-то с именем, например, SRVD1234 имеет доступ к секрету с таким тоже путем. То есть мы можем эту политику назначить этому серверу, и он получит доступ к секретам, которые указаны в строчке PASS. Но что мы будем делать, когда у нас начнет появляться много-много-много серверов? У нас серверов, естественно, много. То есть мы бы не хотели писать для каждого сервера такую политику и зашивать вот это вот имя HVSRVD1234 в каждую политику. То есть мы не хотим генерировать 100-500 политик. Это будет неудобно поддерживать. Поэтому это, в принципе, из коробки в Vault есть возможность использовать переменные в шаблонах. Вот. Но, собственно, переменные в шаблонах использовать можно, но динамически подставлять политики мы не можем. Имена самих политик. И вот эту проблему мы решили. То есть мы можем сейчас назначить политику HVHOST на все сервера, и нам не нужно больше писать 100 тысяч политик. Она у нас одна для HV-серверов. И, соответственно, вот эта политика HVHOST, она у нас уже есть в политиках в токене. Как работает схема аутентификации вообще со стороны клиента? В случае с GVT, который есть из коробки, клиент отсылает Vault GVT, который он как-то сгенерировал. После этого запрос приходит на вот такой вот путь, который указан сверху. Здесь жирным выделено GVT. Это, соответственно, путь до плагина, который используется для аутентификации. После этого плагин проверяет подпись токена, генерирует набор политик и отдает их клиенту. Здесь важно, что подпись проверяется на стороне плагина, и также сам плагин генерирует политики. Мы этим вот местом с генерацией политик управлять не можем. Как сделали мы? Мы написали свой плагин. Клиент отправляет GVT также, и запрос уже идет на путь к GVT. Это наш плагин. Он уже ничего не проверяет, он просто отправляет GVT на проверку в наш специальный сервис для валидации. Этот сервис имеет в себе все данные с CMDB, то есть он знает про нашу инфраструктуру, и он генерирует нужные нам политики по нашей логике, и отдает их в Волт, и Волт уже снова добавляет политики в токен и отдает токен клиенту. То есть здесь мы уже проверяем подпись на стороне нашего стороннего сервиса, и также этот же сервис генерирует политики. Мы этим механизмом генерации политик и логикой можем легко управлять. Что из себя представляет плагин, который мы написали? Это на ГО, естественно, плагин. Плагины пишутся на ГОшечке для Волта. Он основан на готовом стандартном плагине GVT, который уже есть от Кашекорпа. Мы добавили просто в него некоторую свою логику, изменили способ проверки подписей и добавили наши метаданные, которые мы получаем из сервиса, мы их добавляем в токен, и добавляем метаданные и политики. Сам этот сервис представляет из себя код на Python. Это Python и библиотека IOH-TTP. Этот сервис имеет в себе все данные с CMDB, и может ими пользоваться. Он проверяет GVT и, соответственно, генерирует политики по нашим правилам. Откуда появляется GVT? Мы все время про него говорим, но он откуда-то должен взяться. То есть откуда у клиента GVT? Если вы используете Vault и Python, то вы наверняка слышали про библиотеку HVAC. Это самая известная open-source библиотека для работы с Vault на Python. А у нас админы все пишут на Python, поэтому, естественно, мы взяли эту библиотеку. Добавили в нее наш функционал, и получилась библиотека OckPyVault. Так мы ее назвали. Эта библиотека генерирует GVT, то есть мы добавили логику по генерации GVT по нашей логике. Мы ставим на все контейнеры и на все сервера эту библиотеку по умолчанию, и с помощью нее написаны у нас все плагины и вся поддержка для инфраструктуры. То есть мы написали там лукап-плагин для Ansible, написали поддержку для CFEngine. CFEngine — это наша система управления конфигурациями в духе Puppet и Chef. И также во всех скриптах мы используем OckPyVault. Если вы пишете какой-то скрипт, которому нужно попасть в Vault или какой-то сервис, вам не нужно самостоятельно писать логику для работы с Vault, вы просто используете библиотеку, она все делает за вас. Проходит аутентификацию, получает токен, и можно ходить читать секреты. Как это все происходит? Рассмотрим опять два случая — сервера железные и облако. В случае с железными серверами сам сервер с помощью библиотеки OckPyVault генерирует GVT-токен и подписывает его приватным ключом. Справа можно посмотреть на консоли вывод, как это работает. Команда VaultLogin — это как раз часть библиотеки OckPyVault скрипт. Мы запускаем VaultLogin. Здесь видно, что он читает приватный ключ сервера, соответственно, добавляет в него полезную нагрузку. Это то, о чем мы говорили, что можно добавить какой-то PloGVT. И после этого проходит аутентификацию в Vault, получает набор политик для конкретного хоста, которые ему разрешены. И вот здесь как раз мы можем добавить любые политики. И получает VaultLogin. В случае с облаком сервер, контейнеры, они сами GVT не генерируют. Это делает мастер облака. То есть мы говорили, что мастер управляет работой контейнеров, мастер запускает контейнеры, соответственно, мастер при запуске контейнера может добавить ему в переменное окружение, например, уже готовый токен. Вот мы можем посмотреть, есть переменное окружение CloudGVT токен. И, соответственно, с помощью команды VaultLogin мы можем получить снова набор политик. GVT здесь не генерируется, он уже есть в переменных окружения. И снова мы видим, что наш токен готов. Посмотрим, как работает полностью от клиента сейчас эта схема с нашим плагином. У нас есть клиенты. Это либо железные сервера, либо это контейнеры. Также у нас есть наш Vault, в котором установлен наш плагин. Клиент отправляет GVT в Vault. И здесь можно заметить, с какими данными уходит GVT. Например, здесь мы видим имя сервера. SRVK1234. Это полезная нагрузка. Дальше мы передаем GVT в наш сервис проверки. И он генерирует политики. Здесь тоже важно обратить внимание, что мы на вход в payload дали только имя сервера. Но в политиках мы уже получили, например, вот Jira.odkl, да, имя группы. Увидели, что это сервер maintenance, что это HV сервер и имя сервера. То есть мы добавили туда некоторые наши политики, которые зависят от нашей инфраструктуры. То есть мы сразу можем этому серверу, зная только его имя, выдать политике, что это maintenance сервер и что это Jira. Это будет автоматически все сделано. И уже Vault Token с этими нужными политиками отдаем обратно клиенту. Как мы применяем политики, давайте скажу пару слов. Есть админ, который хочет добавить политику или отредактировать. Он это делает и делает commit в Git. После этого, естественно, коммитить мастер нельзя. Все безопасно. Мы создаем бранчики. После этого есть pull request. Какой-то человек проводит ревью, апрубится ревью. После этого приходит система CICD. Здесь, кстати, у нас довольно много происходит проверок. Там есть всякие линтинги. Плюс мы поднимаем в докере настоящий Vault, накатываем на него все политики, проверяем, что ничего не сломалось, что все политики корректны. И после этого CICD отправляет все в Vault. Мы используем TeamCity. На этом, в принципе, часть про интеграцию заканчивается. Мы в итоге получили систему аутентификации, которая практически не требует поддержки. Плюс мы потратили довольно мало времени на ее внедрение. У нас уже были ключи, мы ничего особо нового не сделали, кроме плагина. И при этом мы получили систему аутентификации, которая работает автоматически, практически без участия человека. Мы вручную не создаем огромное количество политик. Дальше поговорим про выписку сертификатов. А как мы жили до Vault? Есть разработчик, который хочет сертификат. Разработчик пишет задачу в Jira, после этого приходит админ, генерит CSR, кладет ее в Jira, после этого приходит безопасник, подписывает CSR, берет ее из Jira, подписывает, кладет туда ключ, готовый сертификат. Потом приходит опять, наконец, админ, берет из Jira сертификат, приходит админ, кладет сертификат в гид, и только после этого гид раскатывает это на сервера. Процесс, очевидно, долгий, неудобный. В нем участвуют три человека разных в этом процессе полноручных операций, и все это долго. Каждый этап занимает время, человек может пойти на обед, все что угодно. Что мы сделали? Во-первых, посмотрели на то, что Vault умеет выписывать сертификаты. Это отлично. Также в сертификатах можно использовать шаблоны. Это тоже отлично. Мы можем не писать много политик на конкретный хост. Мы можем поставить звездочку, например, звездочка там example.com, и тогда такая политика позволит выписывать клиенту, у которого эта политика есть, любой сертификат в зоне example.com. Но что было плохо, нельзя, к сожалению, использовать было переменные в этих политиках. То есть мы говорили, что мы можем подставлять любые данные в политике. Мы можем использовать наши имена групп, имена серверов и так далее. И вот эти переменные нельзя было использовать в шаблонах конкретно для доменов. Мы бы хотели это использовать, потому что если мы возьмем какой-нибудь наш сервис, рассмотрим, мы бы хотели, чтобы на картинке слева жирным это адрес какого-то контейнера. И мы бы хотели, чтобы этот контейнер был доступен по разным именам. Например, мы бы хотели, чтобы он был доступен по полному имени, то есть использовали переменную hostname. Мы бы хотели, чтобы он был доступен по имени сервиса. За сервисом у нас скрывается огромное количество контейнеров конкретных. То есть мы можем использовать сервис, который мы знаем из CMDB. И мы бы хотели использовать имя дата-центра, в котором этот контейнер. То есть генерировать, использовать переменные в шаблонах. Такого функционала не было. Мы начали искать, ресерчить в интернете, на гитхабе. Оказалось, что такой пиар уже был. Там решалась похожая проблема. Пиар был немного недоделан. Мы его доработали. Можно пойти посмотреть тоже по ссылочкам. И, собственно, теперь Vault умеет выписывать, использовать переменные в шаблонах для выпуска доменов. Использовать переменные в шаблонах. Политик для выпуска доменов. Собственно, это оказалась довольно классная фича. Поэтому хошекорп ее даже бэкпортировали в старые версии в прошлые. И теперь с версии 1.5.1, соответственно, вы тоже можете этим пользоваться. И мы это используем очень широко. У нас каждый контейнер получает, вот как на картинке, это с прода, только здесь заменены домены, может получать себе автоматически огромное количество сертификатов и писать на разные имена. И мы полностью убрали ручную работу по выписке таких сертификатов. То есть разработчик просто запускает контейнер, и у него уже есть как минимум валидное имя этого контейнера, на его хостнейм. То есть всю эту старую схему мы убираем. У нас теперь есть просто контейнер либо сервер. Они говорят, что хотят сертификат, просто идут в Vault, просто получают сертификат. Отлично. Собственно, с часов и дней теперь сертификат получается за миллисекунды. Дальше поговорим про… Осталось уже немного. Держитесь. Отказ от центра и масштабирование. Там будет короче. Значит, как выглядит стандартный кластер Vault, если вы откроете сайт HashiCorp, там будет примерно такая картинка. Стандартный кластер — это три ноды. Одна из них активная и другие ноды standby. Здесь на картинке console в качестве бэкэнда, но вы можете использовать любое другое решение. Сейчас, например, они предлагают Raft, насколько я знаю. В чем проблема? Проблема в том, что сколько вы нод не добавили в кластер, вы можете добавить 5 нод, 10 нод, а всегда будет только одна активная нода. Проблема здесь в том, что вы не можете такую схему масштабировать. Если мы захотим обслуживать завтра в несколько раз больше запросов или в несколько десятков раз больше запросов, то одна нода может не справиться. И как бы решения никакого нету этой проблеме. нам пришлось его придумать. Что у нас было сначала? Изначально у нас был один сот, в котором была классическая схема с консулом в качестве бэкэнда и активной нодой. Но мы решили поднять еще один кластер. Теперь у нас два кластера. И между ними мы настроили репликацию. У нас был один кластер активным, второй кластер был стендбаем. Соответственно, стендбай-кластер был неактивный, там как бы волнт выключен и просто происходит периодически репликация данных из консула. То есть мы все секреты, все данные, которые находятся в базе, периодически перегоняем в другой кластер, который стендбай. В принципе, это уже что-то. То есть мы можем, если дата-центр, в котором основной кластер ломается, мы можем поднять стендбай-кластер. Но это не совсем честный отказ DC, потому что волнт нужно еще сделать ансил, запустить его. Это холодный старт, это все какой-то простой. Мы так не хотим. Также сама репликация это не бесплатная операция. Репликацию нужно мониторить, за репликацией нужно следить, репликация может ломаться. Это все нам тоже не очень нравилось. Про то, что нет масштабирования я уже сказал. Если мы поднимаем стендбай-кластер, это никак не решает проблему масштабирования. Активная нода у вас все равно по-прежнему только одна. Сколько бы вы кластеров не подняли таких, у вас будет одна активная нода. Также важный момент, я говорил, что мы все изменения выкатываем постепенно. Обновляем сначала instance, потом cod. Если бы мы хотели обновить vault в текущей конфигурации, то мы не смогли бы это сделать постепенно, потому что у нас только один активный кластер, мы можем его обновить сразу. Если новая версия что-то ломает, мы об этом узнаем уже только на продакшене. И, соответственно, последний момент. Сам консул мы тоже не хотели использовать, потому что у нас в компании сейчас консул не используется. vault — это довольно критичная система, на ней очень много чего завязано, и мы не хотели внедрять новую базу, консул, начинать ее внедрение, тратить на это время, хотели использовать что-то другое. Есть ли решение этих проблем от HashiCorp? Отказ от центра, масштабирование? Решение есть. Решение заключается в том, что нужно купить enterprise-версию. Мы узнавали, это стоит безумно дорого, и мы это решение отмели. Давайте теперь подумаем, может быть, мы можем все сделать сами. Чтобы это понять, нужно разобраться, как vault хранит данные, потому что, в первую очередь, масштабирование, оно напрямую связано с хранилищем, тем, что под капотом у vault. Vault — это просто приложение на гошечке, бинарник, и он ходит в какой-то storage. Здесь мы поговорим про кирпичик, который называется storage backend. формат того, как данные хранятся в этом storage backend, зависит напрямую от самого backend. Написать backend очень просто. На картинке видно кусочек кода. Это всего лишь четыре интерфейса put, get, delete, list. Если вы реализуете просто четыре интерфейса, вы можете хранить данные в чем угодно. Можете легко написать свой storage backend, реализовав вот эти четыре метода. Давайте посмотрим какой-нибудь пример. Например, самое простое, самое простое storage — это file system. Если вы сделаете Docker run vault, он у вас запустится, по-моему, с in-memory хранилищем, но можно в конфиг добавить file system и запустить его просто через Docker run и посмотреть на… вы увидите то же самое примерно, что у меня на картинке. Это структура данных, как vault хранит на файловой системе данные для storage file system. Здесь можно заметить, что есть имена у директорий и видна какая-то структура. Мы начали смотреть на эту структуру и здесь интересный момент в том, что есть некоторые директории, грубо говоря, мы назовем их приватными данными. Это данные, которые мы хотим, чтобы были уникальными в каждом кластере. Что это значит? В каждом кластере есть свой лидер, то есть он выбирается, активная нода, она выбирается в рамках кластера. Также у каждого кластера есть, например, свои счетчики, для Prometheus метрики, например. Когда клиенты ходят в кластер, метрики эти уникальны для каждого кластера. И вот эти данные, они как бы разные для разных кластеров. Мы не можем держать их вместе. А при этом есть такие данные, которые мы хотим, чтобы были общими. Например, это сами секреты. То есть если мы хотим, чтобы у нас было несколько активных кластеров, то мы должны при обновлении секрета в одном дата-центре получить его сразу же в других кластерах. То есть эти данные должны быть общими. И здесь как раз возникает парадокс, что нам с одной стороны нужны разные данные для разных кластеров, а с другой стороны нам нужны одинаковые данные для разных кластеров. Как же, собственно, такое сделать? Оказалось, что мы, в принципе, не первые с такой задачей. Мы тоже пошли, естественно, ресерчить, нашли комментарии от 2015 года на GitHub. там ребята решали похожую проблему. И там разработчик, один из разработчиков из HashiCorp, который вот на картинке инженер, он, соответственно, как раз подсказал, какие конкретно пути можно использовать, которые нужно, чтобы были общими, а которые нужно, чтобы были приватными. Нам эта идея понравилась. Значит, дальше, в 2018 уже году была заведена еще одна issue, которая вот называется Need Beta Story как раз-таки Multiply Data Center ровно то, что мы хотим, да, и там уже тот же самый инженер спустя три года ответил, что покупайте Enterprise. То есть, эта задача закрывается и покупайте Enterprise. Но идея нам понравилась очень сильно. Мы за это зацепились, за то, что разные данные можно по-разному положить. И, собственно, идея была вообще очень простая. Мы просто можем взять разные данные, которые мы знаем, вот эти пути, да, и положить их просто в разные таблички в одной базе данных. Базу мы, конечно же, сразу взяли Кассандра. Ниже есть прекрасный доклад Олега Анастасиева про то, как мы используем Кассандру. У нас очень много Кассандры, мы ее любим и умеем готовить. Поэтому мы взяли Кассандру. Также был готовый бэкэнд уже для Vault, Storage Backend, написанный для Кассандры. Мы его дописали. То есть, грубо говоря, там есть какой-то if, Storage Backend мы можем написать сами, мы можем вот эти интерфейсы get, list, put, delete описать свои. Если мы получаем в get какие-то данные из нужной директории, то мы просто их кладем в другую табличку, условно. И внезапно это сработало. То есть, это работает. Но все было не так гладко. Был некоторый ряд проблем с Кассандрой, плагином вот этим. Я сейчас про них быстренько расскажу. Плагин не работал с нашей версией. Это решилось очень просто. Там используется библиотека GodSQL. Она довольно сырая. Она не работала с нашей версией. Мы просто обновили версию, отправили pull request в Hashicorp, они его приняли. Теперь все хорошо. Также у плагина довольно классная документация, в кавычках, да, классная. Какой бы вы ожидали тайм-аут по молчанию? Спросил бы я, если бы это была оффлайн-конференция с таким параметром. То есть, здесь видно, что connection timeout по молчанию 0, и 0 это какой-то тайм-аут. То есть, я спрашивал у других людей, все отвечают, что 0. Что тайм-аут будет бесконечным со значением 0. Но это неверно. Тайм-аут будет 600 миллисекунд. Потому что у нас были проблемы. В каких-то случаях у нас мы получали тайм-ауты от базы, пришлось покопаться в коде, в GodSQL, и там, собственно, мы нашли быстренько ответ, что там за хардкожное значение 600 миллисекунд. Также библиотека некорректно работала с кластером Кассандры. Кассандра — это, естественно, кластерная база. У нас она отказоустойчивая, кластерная, в ней много нод. Если мы теряем одну ноду, кластер спокойно работает дальше, нода включается-выключается, догоняет данные, никаких проблем с этим нет. Но для того, чтобы это работало, на стороне клиента нужна поддержка в драйвере. То есть, нужно передать правильные настройки, правильные, в том числе, retry policy. И плагин, который был из коробки, уже написан, он этого всего не умел. Мы научили его настроили retry policy, там поправили еще мелкие баги и, собственно, тоже отправили PR в хешкорп. Пару слов еще буквально о Кассандре. Что такое Кассандра? Это, как правило, представляют в виде кольца, и в этом кольце есть ноды. У нас, как правило, эти ноды тоже располагаются в разных цодах. То есть, сама Кассандра, она из коробки, и у нас, в том числе, она отказоустойчива. Дальше я буду использовать вот такой вот логотип, и мы будем считать, что это кластер Кассандры, и он отказоустойчив. Что у нас получилось? У нас есть дата-центр с Волтом, там есть активная нода и стендбайн-нода, и классический кластер. И это все ходит в нашу Кассандру через наш бэкэнд-плагин, который мы написали с нашей логикой про таблички. И также у нас есть второй кластер, который также ходит в эту же самую базу, и сколько угодно еще кластеров. То есть, мы сейчас получили несколько активных кластеров Волт, у них у всех одинаковые данные, собственно, то, чего мы добивались. Если у нас отказывает дата-центр, никаких проблем, мы можем теперь спокойно переживать отказ ЦОДа. Почему это так работает? Давайте глянем, как проходит трафик от клиента до Волт. Есть клиенты, контейнеры, сервера, люди, все что угодно, и есть справа кластер Волт в каком-то ЦОДа. Также есть еще два других ЦОДа, параллельно с ним работающих. Клиент идет на какой-то домен, у нас каждый клиент ходит в свой по умолчанию центр ближайший. Соответственно, это запрос DNS, DNS там есть в хелс-чеке, и в ответ на запрос клиент получает какую-то IP-шку виртуальную. За виртуальной IP-шкой находится балансировщик, который хелс-чекает конкретные уже ноды Волт и отправляет трафик на живые ноды. Здесь, например, у меня в примере две ноды зелененькие, одна красненькая, и трафик пойдет только на зеленые ноды через балансировщик. Что происходит, когда сгорает дата-центр? А дата-центры иногда сгорают. У нас были пожары настоящие в ЦОДах. Это, в принципе, случается. Хелс-чек начинает не проходить, то есть DNS видит, что не отвечает виртуальный адрес. Он берет следующий там по приоритету какую-то живую IP-шку, эта IP-шка отдается клиенту вместо прошлой IP-шки, ноды уже из другого ЦОДа также хелс-чекаются через виртуальный IP с LVS серверов, и трафик спокойно уходит в живой дата-центр. То есть мы без проблем переживаем отказ ЦОДа, как нам было нужно. Соответственно, эту проблему мы тоже для себя решили. Ну и масштабирование здесь, в принципе, все понятно. Если мы можем поднимать разные кластера Волт, мы можем поднять еще один кластер и сколько угодно кластеров. То есть если нам потребуется, это делается очень просто. У нас там контейнеры, все описано кодом конфигурации. Мы просто, если хотим, поднимаем сколько угодно. То есть задачу с масштабированием мы решили тоже. Что у нас получилось в итоге? Сейчас наш Волт выписывает порядка полутора тысяч сертификатов в сутки. Справа это график. За последний месяц я взял, столбики это дни. Также мы читаем порядка 500 тысяч секретов в сутки. Есть график с временем запросов. Это не особо интересно, но видно, что они все моментально практически работают. То есть здесь две с половиной миллисекунды среднее время ответа. И с Кассандрой тоже все работает быстро, там не выходит за пределы 20 миллисекунд запрос. То есть мы никаких проблем не испытываем. Что я хотел вам сказать в конце? Это картинка по запросу, мотивационная картинка из гугла. Волт это отличный продукт. Нам очень понравилось с ним работать и продолжать работать. У него отличная, очень хорошая модульная структура, модульная архитектура, которая позволяет его модифицировать. И собственно мы избавили себя от огромного количества ручных операций, внедрив всю эту систему. И также мы экономим огромное количество времени людей и повысили безопасность в компании, потому что раньше нужно было как-то сложно делать безопасность, теперь безопасность есть из коробки, например, штеммеры с сертификатами. Не бойтесь смотреть код продуктов, с которыми вы работаете, если это open source. И также не стесняйтесь дописывать задачи, не стесняйтесь дописывать что-то под себя и слушайте маму. Вот. У меня на этом все. Спасибо, что дослушали и спасибо вот ребятам, с которыми мы вместе все это делали. Спасибо большое тебе, Ваня. И я вам могу так немножечко пообещать, что дальше мы будем стараться всех остальных ребят, упомянутых на вот этом последнем слайде тоже приглашать к нам на митапы, чтобы вы смогли познакомиться и с ними тоже. Надеюсь, что у нас это получится. Очень много вопросов, но мне кажется, что начнем мы с моих шутеек, которые я заранее заготовила. Та единственная вещь, которую каждый, как мне кажется, должен вынести из сегодняшнего митапа. Пожалуйста, не храните секреты в коде в гите в явном виде. Положите их в хранилище, делайте это безопасно. Вот кажется, что Ваня отлично рассказал, что вообще-то это можно делать удобно, хорошо и качественно, не рискуя каким-то потратить на это кучу вашего рабочего времени или не нужно будет жертвовать какими-то продуктами. Я правильно тебя поняла? Наверное, да. Класс. Куча вопросов. Если вдруг чувствуешь, что на какой-то тебе захочется рассказать суперподробный ответ, ты скажи, мы перейдем в чатик и сможешь помучить ребят в личном порядке. Хорошо. Так, начнем с любезного вопроса от Дмитрия, который смог расшифровать мне несколько аббревиатур, потому что я не всегда в себе уверена. Выдерживает теперь волт переключения и смерть дата-центра. Какая задержка в этой ситуации, в целом, какая задержка при переключении между ДЦ, если какой-то из них загорелся, просто отказал или проходит учение? Задержка зависит на самом деле от того, как настроены холстчеки. Во-первых, это интервал холстчека, количество запросов, которые должны отвалиться, чтобы сработал холстчек, и количество запросов, которые должны опять пройти хорошо, чтобы мы поняли, что надо опять вернулось. Я не скажу точно, но это какие-то секунды, может быть, 10-15 секунд. Это на самом деле не критично, потому что у клиента там обычно есть какие-то ретраи, еще что-то. Ну, порядка 10-15-20 секунд. А что происходит в это время? Сервис просто не отвечает, и мы надеемся на ретраи, или все запросы застревают где-нибудь в очереди на балансере, и как только, так сразу разберут? Сервис, я думаю, просто не отвечает. Ну и да, просто ретраится. Ну, в этом нет проблемы. То есть здесь никак не страдают никакие клиенты, например, внешние. Ну, то есть люди, которые пользуются сайтом, они на это никак не завязаны. И также, как правило, как правило, Vault нужен на старте приложением. То есть в рантайме это нужно редко. То есть если вот прямо сейчас что-то рестартится, но оно просто рестартанет, запустится чуть позже, по сути. Справедливо. Как организованы хелс-чеки DNS вообще? У нас есть своя система для DNS, DNS GSLB, одноклассниковая. Значит, как реализованы? Как реализованы хелс-чеки, да? Да. Да просто хелс-чеки. Не знаю, что ответить. Ну, то есть смотрите, есть домен, у него есть айпишки, и сам DNS, сам DNS по этим айпишкам бегает, там настроены правила, соответственно, ну, написан какой-то URL, по которому мы ожидаем какой-то ответ. То есть там либо 200 ок, либо все что угодно, ну, какой-то паттерн. И система просто чекает эти постоянно урлы, получает ответы. Если ответы валидные, значит, все хорошо. Если ответы не подходят под наш паттерн, то эта айпишка выбрасывается из ротации, и клиент эту айпишку больше не получает. Получает только живые. Понятно. Справедливо. Чистится ли история CMDB при удалении виртуальной машины? Как? Ну, наверняка, скрипт для этого есть, не руками ведь? Да, конечно. Ну, здесь ничего интересного, да, чистится, конечно. Просто скриптом, который замечает, что виртуалка укусили, или там есть какой-то постпроцессинг? В CMDB именно виртуалок у нас нет. У нас почти все, ну, это либо контейнер в облаке, в основном это все контейнеры, либо это железный сервер. Железные сервера, они не то чтобы часто куда-то деваются, но если деваются, по-моему, там, значит, они просто отмечаются удаленными, а потом раз в какое-то время происходит чистка. Раз в месяц, не знаю. Ну, так физический гарбич-коллектор получается. Это, ну, тоже, мне кажется, не особо интересный момент, но удаляются, да. Окей. Судя по смайлику в конце, вопрос с подвохом. Данил спрашивает, какой секретс-энжин используется? Сикрет-энжин. А, ну, собственно, K-value. Сикрет-энжин. Давайте немножко, что такое секрет-энжин. Спасибо. Волт поддерживает разные секрет-энжины. Сикрет-энжин, это, как бы, объяснить, это то, что вы можете получать от Волта, то есть какая-то польза, да. Вы можете хранить там K-value данные. Это K-value, собственно, секрет-энжин. Мы его, естественно, используем. Это когда вы хотите по какому-то адресу просто положить JSON, и это JSON получает секрет. Также есть PKI, например. PKI — это вот как раз для работы с сертификатами тоже мы используем. Еще Волт умеет, например, на лету генерировать доступ в какие-нибудь базы. То есть вы можете не создавать заранее юзера какого-то в базе технического. Вы можете это сделать через Волт, зайти, послать там запрос в Волт. Волт сам сходит в базу, сгенерит вам временного юзера, отдаст его клиенту. Но мы этим не пользуемся. Мы, в принципе, пользуемся только, наверное, PKI и K-value, если я не ошибаюсь. Зачем писали отдельный look-up-плагин для Ansible? Чем не устроил стандартный? А зачем писали отдельный плагин? Да, сейчас хороший вопрос. Стандартный плагин не умеет работать с JVT, не умеет генерировать JVT. А наш, соответственно, умеет. То есть там логика из библиотеки Ocupy Vault, которая как раз проходит аутентификацию. Стандартный плагин, он аутентифицируется, насколько я помню, логином, паролем. Возможно, еще чем-то, но у нас этого нет ни логина, ни пароля. Мы генерируем свою JVT-шку, и, собственно, контейнер с этой JVT-шкой идет, получает нужные данные. Больше, наверное, ничем принципиально. То есть он принципиально отличается, скорее всего, только способом аутентификации. Я сейчас не помню сходу. Возможно, чем-то еще. Окей. Как сервис понимает, какой сертификат ему нужен? И куда его положить в файловой системе? Адрес, понятно, чему-то соответствует. Это как-то при запуске сервиса? Сейчас отвечу. Вопрос понял. Есть дефолты. То есть сначала отвечу с конца. Как сервис понимает, куда положить секрет на файловой системе? Есть дефолты. У нас вообще все настройки хранятся в нашей системе. Она называется PMS, Portal Management System, по-моему. Это что-то типа консула. Люди обычно используют консул. У нас свое решение. То есть мы там храним все конфиги. В том числе есть конфиг для вот этого приложения OkPyVault, которое генерирует, входит в волн, генерирует сертификаты. И там есть дефолты. То есть по дефолту она положится в дефолтный путь. Как правило, в 95% случаев этого достаточно. Если нет, то разработчик может пойти и руками себе просто поменять конфиг в системе вот в этой PMS. Там есть веб-юайчик, можно поменять, и все произойдет. А в начало вопроса можно еще раз? Все. Как сервис понимает, какой сертификат нужен? Какой сертификат нужен описано в политиках. Если сервис у него в политике матчится под то, что ему под сертификат, который он запрашивает, если политики подходят, то он его получает. Если нет, он получает ошибку, что тебе такой сертификат нельзя. Провокационный вопрос от Саши Блышенкова. Привет, Саша. В старой схеме выпуска сертификатов был безопасник, а сейчас только бездушная машина. Зачем нужен был безопасник? Зачем нужен был безопасник? Ну, потому что не было Волт. Нужно было где-то безопасно хранить, собственно, сам сертификат, который подписывает сертификаты другие. Возможно, для этого был нужен безопасник. Кто-то же должен отвечать. Сейчас это все секурно лежит в Волте. У нас, кстати, далеко не у всех есть доступы ко всем секретам. Там, естественно, на уровне людей это тоже разделяется. Я вот сейчас не уверен, но, возможно, у меня нет доступа к этому корневому сертификату, к которому все подписываем, а у безопасника есть. То есть безопасники тогда положили секреты, и теперь все безопасно. И, соответственно, безопасники же нужны для того, чтобы сделать ансил Волта, если почему-то... Чтобы сделать ансил Волта, нужно несколько человек. У нас это число 3, и там входят и админы, и безопасники. Но чтобы сделать ансил, нужно, чтобы все 3 человека собрались вместе. То есть в этом смысл, потому что никто не сможет раздампить базу и уйти с ней домой и эту базу прочитать. Это как раз фишка Волт, что все там в памяти хранится, в общем, они заморочились, там все хорошо, базу украсть нельзя. А что, если Волт такой вот много-дата-центровый, нужно ли ансилить каждый отдельно, или достаточно ансилить мастер, и потом как-то... Кластера независимые, они в нашей системе друг по другу вообще ничего не знают. То есть они используют одну базу, но каждый из них думает, что он один с этой базой работает. Поэтому, да, нужно ансилить каждый отдельно, но это происходит очень редко. На самом деле, если у вас есть такая проблема с ансилом, и там есть решение, мы его не используем, потому что у нас такой проблемы даже в принципе нету, можно поднять второй кластер Волт, то есть просто еще один любой, и настроить авто-ансил. И пока этот кластер жив, второй, он будет просто автоматом ансилить другие кластера. Для людей не нужны. Несколько кластеров, все они идентичны в некотором смысле, используют для отказоустойчивости. Есть ли отдельные наборы кластеров Волта для девы и для прода? Или все обслуживается единым Волтом? Да, есть. У нас есть отдельное облако, у нас много продакшн-облаков, по-моему, семь центров, и там большие облака, вот такой OneCloud, и бам-бам-бам. Да, есть DevCloud, и в DevCloud свой Волт. Весь Dev входит на отдельный Волт. Сколько действует токен в целом срок жизни? Стандартный или средний? Я так понимаю, что тут в зависимости от назначения токена все-таки. Ну, может, какие-то характерные способы. Сколько действует токен? Сейчас подумаем. Надо, во-первых, уточнить, о каком конкретно токене речь. У нас есть GVT-токены, это вот те, с помощью которых мы проходим аутентификацию Волт. они живут какое-то короткое время, типа 12 часов, да? То есть GVT-токен, он протухает, на старте он есть, вы получаете секрет, можете токен получить. А токены, которые именно от Волта, во-первых, они у нас, ну, короче, это какие-то часы, по-моему, 8-12, не знаю, но их можно продлевать. То есть если сервису нужно не только на старте в Волт сходить, а во время работы, там, через неделю, например, после старта, то можно настроить механизм, который будет, токены бывают, во-первых, которые можно продлевать, которые нельзя продлевать, если вам нужно, то вы можете сделать токен, который продлевается, и периодически его продлевать. И тогда он будет жить сколько угодно. Класс. И Дмитрий Золотухин, кажется, что хочет организовать отдельный конкурс на лучший вопрос и выиграть его единолично, поэтому серия вопросов такая в стиле блица, воспринимает это в формате интервью. Отличается ли взгляд на девопс, как на явление в западном комьюнити и в нашем? Слушайте, мне, честно говоря, нечего ответить. Я не знаю, какой взгляд в западном комьюнити на девопс. Не могу сказать. Хорошо. Зачем вообще заниматься в каком-то смысле, вот, ну, тут я надеюсь, что Ильяна тоже подхватит, например, с ICD или вот заниматься разворачиванием волта на нескольких дата-центрах и так далее, если мы все массово едем в клауд, и кажется, что лет через пять, ну, в общем, не будет у нас дата-центров в том виде, как мы их сейчас понимаем, все это будет где-то там, 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 брозовые пони, единороги. Конечно, конечно. Хороший вопрос, но всегда, конечно, у вас все равно, то есть люди говорят, да, что вот будет там все в облаках, в контейнерах, но, во-первых, эти облака и контейнеры, они же работают, во-первых, на железе, во-вторых, кто-то поддерживает эти облака и контейнеры, там все равно есть люди, которые занимаются вот многим тем из того, что я рассказывал, то есть у вендоров все равно останется все, железо, оно никуда не пропадет, а у нас, собственно, у нас облака, все в облаках. Класс, мне кажется, что мы несколько раз уже в целом за сегодняшний вечер пообсуждали вопрос курицы и яйца, и это кажется ровно про то же самое в зависимости от величины вашего проекта или на вашей компании, вам так или иначе приходится возвращаться все ближе к железу, чтобы делать это эффективнее, оптимальнее и независимее в том числе. Знаете, надежность это наше все, мы забыли о пользователях. И провокационный вопрос, очень он мне нравится, жалко я не придумала задать его предыдущим спикерам. Самая большая ошибка, которую ты вспоминаешь, ну вот, например, в процессе допилки волта до ваших необходимостей, в какой момент что-то пошло не так? Сложно сказать на самом деле, потому что, ну вот, я рассказывал наши стандарты, как мы работаем. То есть у нас очень сложно, почти невозможно, я думаю, очень сложно постараться, чтобы положить как-то продакшн и как-то заэффектить большой кусок прода, потому что все очень плавно тестировано, плавно раскатывается, как я рассказывал. Была проблема одна какая-то, я сейчас точно не вспомню, но она была связана как раз-таки с какой-то из проблем с Кассандрой. Мы как раз обновляли Волт, соответственно, это заэффектило только один кластер, у нас вот их несколько, это тоже очень сильно помогло. То есть мы сломали там только кусочек, и клиенты просто пошли в другие цоды. По-моему, я что-то обновлял в этом плагине, и что-то там сломалось, и, значит, Волт не стартовал просто. Да, была такая проблема. Прикольно. Ну, звучит как не что-то, что поставило нас Собственно, если бы у нас был один кластер, то как бы все, до свидания. Ну, значит, все было выполнено в правильном порядке и очень заранее предусмотрено. Давайте сейчас все лайками и стикосиками поддержим. Ваню поблагодарим за отличную презентацию. Я хочу отдельно отметить, что в презентации есть большое количество полезных ссылок внизу слайдов, буквально, как в настоящей научной статье максимальная цитируемость. Как только мы опубликуем вам PDF-ки всех презентаций, вы сможете по ним по всем пройти и по любой теме, по которой вы захотите узнать что-нибудь подробнее, сможете почитать, проконсультироваться. я уверена, спросить Ваню тоже. Да, пишите, вот контакты есть. Спасибо.